Новое законодательство избирательное приняли уже при Зеленском, и мы наблюдаем, как вот этот имущественный ценз, он еще поднялся. То есть для того, чтобы партии иметь возможность баллотироваться на всех уровнях, ей надо как минимум заплатить 80 миллионов гривен. И вопрос, откуда молодые партии без олигархов возьмут такие деньги? Ну вот почему, собственно, такое законодательство принимается с вашей точки зрения? Ну потому что эти слуги народа являются на самом деле слугами отдельных представителей этого народа, и то бы я постеснялся, вот как украинец, признать, что это представители моего народа. Стыдно, вот когда вот твой народ такие представители. Но с другой стороны, Каламойский, он же и не говорит, что он украинец. Пускай как бы тот народ, который представителям Каламойский, или там Пинчук, или Ахметов, там, кстати, вот ни одного украинца нет. Вот националисты почему-то вот эти вот, которые там, помятая чужинность, суд господаль украинец, почему-то вот об этом предпочитают не вспоминать. Да, так вот, они потому так и делают. Они делают предохранительные, они защищают свою власть, свой контроль. Потому что если, ну, предположим, Волга был бы тем, за кого он себя выдавал, и не был бы саботажником, мы действительно пошли бы на выборы, и мы действительно прошли бы в Верховную Раду. Что у нас было первое? Там, народовласть, это все предохранительные, у нас была первая национализация того, что украли у народа. И одновременно привлечение к уголовной ответственности из тех, кто украл. Ну, то есть, если Ахметов украл, если он организатор преступной группировки, которая обворовывала страну на протяжении более чем 20 лет. Ну, да, таких-то много. И Пинчук, и Живаго, ну, то есть масса, там, Шуфрич тот же. Ну, как бы, что, Шуфрич святой, допустим. Там, Медведчук, он же святой? Он где свои миллионы взял? Он как при Порошенко зарабатывал на газовых схемах, на... Тот же Порошенко, кстати. Порошенко, да, тоже. Далеко ходить не надо. Кстати, по удивительной случайности, почему-то он неприкасаемый. Ну... До сих пор, кстати, несмотря на то, что есть масса... Наверное, нет в этом никакой случайности. Наверное, как бы власть олигархов охраняет в первую очередь олигархов. Дим, ну, вот смотрите. При Порошенко по подсчетам правоохранителей в тюрьме по политическим обвинениям оказалось около 4 тысяч человек. Никого ведь не освободили при Зеленском. Вот это политические обвинения. Людей обвиняли в том, что они критиковали... Дела не закрыли, да. Дела не закрыли. Их обвиняли в том, что они критиковали Порошенко. Причем там, ну, там... Ну, вы же сами знаете, вы как бы один из этих... Да, наверное. Один из этих 4 тысяч, но кого удалось отбить, в том числе благодаря там резонансу. Суперрезонансу, да. То есть... А об этих 4 тысячах никто не знает. И они до сих пор сидят. Зеленский президент, они сидят. Там Мехтевогунов, да. Вот самый вопиющий пример. Дедушка Зрадный. 12 лет ему дали. 85 лет. Ну, хорошо, хоть вы... Это после бессмертного приговора. Да, это смертный приговор. За что? Так и не доказали. Ну, как в вашем деле, да. То есть вы там настроили YouTube-канал для... Для сепаратистов. Ну, предположим, что вы это сделали, Дима. Но... Где уголовная статья, которая предусматривает 9,5 лет за то, что вы настроили? Сколько? 9,5, да? 9,9. Ну, даже в конечном итоге этого не смогли доказать. И вот уже 2 года суд никак не может начаться с самого начала. Ну, хорошо, Кацабу вытащил Монтяна из тюрьмы. А, ну, вот Коваленко, допустим, обмененный в Луганск, он по этой же статье сел. И получил, кстати, и кассацию. Он дошел до Верховного суда дошел, подтвердился. Поэтому Зеленский, я вижу, Зеленского, это верный продолжатель. Дело Порошенко, ну, вот смотрите, вот даже по людям можно судить. Что произошло, когда произошел государственный переворот? Начали вычищать, вычищать управленцев там на уровне министров, на уровне директоров департаментов и так далее. То есть, даже вот там, знаете, были как бы профессиональные бюрократы, которые сидели там в должностях, потихонечку вырастали. Там при Кучме, при Кравчутле еще они начали работать, их все равно вычислили. Сейчас, ну, посмотрите на состав Кабинета министров. Два министра из Кабмина, который работал при Порошенко. Два заместителя министра, которые работали при Порошенко. Куча директоров департаментов. Посмотрите на этого Гончарука. Он же работал в аппарате первого вице-премьера Кубева, националиста и подонка. Человека, которого нужно привлекать в том числе за девальвацию гривны в 2014 году, потому что он от Майдана, от революционеров этих возглавлял правление Национального банка, и при нем гривна девальвировала, если я не ошибаюсь, с 8 до 12. Кто на этом заработал? Он же отлистывал, отдавал эти миллиарды, многомиллиарды рефинансирования банков, в том числе тому же Приватбанку, на который эти банки, вместо того, чтобы отдавать эти деньги вкладчикам, для этого давали деньги, покрыть кассовый разрыв. Они на эти деньги покупали доллары, евро, валюту. Вытаскивали эту валюту за рубеж, ну а гривна девальвировалась за счет этого. Он не отвечает. А у него работал в аппарате Гончарук. Гений, гуру, гуру, гуру экономики. Да.